Сегодня Ольга Мелехова работает в крупной иностранной компании по продаже мебели. Занимает в ней должность управляющего. Устроенный быт, хорошая зарплата. В её жизни уже почти ничего не напоминает о её кинопрошлом. А ведь 27 лет назад Ольгу знала в лицо вся страна. После того, как она сыграла Катю Котову в фильме «Отпуск за свой счёт». Ой, приехали! Ой, тебя не узнать! Ой-ой-ой! В фильмографии актрисы всего шесть работ. Её последняя роль – роль Зины в картине «Собачье сердце». Не буду, не буду! Отпустите его! Вы его задушите! Отпустите его, Иван Арнольдович! Это было в 1988 году. С тех пор Ольга больше не снималась в кино. Её отдушиной был театр. Это молодёжный театр на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Ольга Мелехова не входила в эти ворота с 1993 года. Боже мой! Ты мой родной крем, ты в отталке! Сергей, коллега Мелеховой по театру, ведёт её за кулисы. В глазах актрисы стоят слёзы. Она понимает, что все эти годы скучала по некогда родному дому. Хотя 15 лет назад сама ушла из театра. Просто тогда перестройка началась. И такое было некоторое в обществе, такая депрессия, наверное. Вообще было время, когда вообще эти люди почти не ходили в театр. В театре тоже, конечно, да, мало платили. И как на это было трудно жить. Бросить сцену Ольгу уговорил муж, тоже актёр. Он обещал, у нас всё будет хорошо, займёмся бизнесом, разбогатеем. А через полгода после этого ушёл к другой женщине. И разбогател, но уже без Ольги. Последнее его место работы было, он восплавил отделение рекрутинговой компании, американской, Бойден, в Москве. Всё в порядке было. Ты как меня нашла, а? По адресу. А где адрес дела? Ты... ты нибудь дал. Я? Ольга осталась без мужа, без работы, без денег. В театр вернуться она не могла. В кино её больше не звали. Подруга предложила Ольге попробовать себя в качестве менеджера. В той самой компании, где она работает и сегодня. Это совсем другая работа, совсем другая профессия. Конечно, трудно, что можно... Мало что можно найти, что могло бы сравниться с профессией. Вот моя первая профессия, да. Ольга привыкла к своей новой жизни. Постаралась привыкнуть. Теперь всё своё время и силы она отдаёт работе. Дома её ждёт только собака. Дом быстро едет. Чего? Мы в своём виде поедем. Угу. О том, чтобы вернуться в профессию, Ольга и не мечтает. Она уверена, её поезд давно ушёл. Кино, я думаю, что тут такая жёсткая ситуация существует. Если ты уже выходишь, выплываешь, ты как бы не в кругу этих людей, да. Ты как-то не поддерживаешь контакт или что-то такое. То уже время движется вперёд. Возникают новые лица, новые таланты. Всё как-то по-другому развивается. Ну и вот, я уже выпала из этого течения.